Приветствую вас, ну и мы, если являясь посторонними людьми в этой ситуации, вряд ли можно вам сказать прям-таки очень дословно относительно того, что нужно подарить каждому из людей, которых вы описали. Это даже не, как я сказала, психологическая проблема, это, скорее, вопрос немножко вообще другой. Хотя я и понимаю, что вы задали этот вопрос психологам и, в общем-то, наверное, больше некому. Поэтому, как психолог, я удерживаюсь от конкретных советов, потому что не считаю их правильными, вот, и любой даже спортсменный набор, который является, ну, наверное, самым беспроизвестным вариантом для вашей ровесницы, тоже может оказаться весьма-весьма неудачным подарком, потому что вы этих людей не знаете. Вот. А дарить что-то такое, что, ну, можно будет, ну, что вот подарить для профорума, это не является самым правильным решением, особенно если это люди вашего молодого человека, ну, родные вашего молодого человека. Поэтому, поэтому, исходя из того, что вы написали, я думаю, что самым оптимальным способом будет молодым человеком пообщаться на тему того, что интересно, что, какие увлечения есть у всех этих людей. Что любит бабушка, что любит сверстница, что любит ее ночь, что любит женщина, которая с ними живет. Какие у них интересы, какие у них, там, предпочтения, хобби, увлечения, чем они занимаются и так далее, и так далее, и так далее. Молодой человек ваш знает об этом куда больше, чем вы. Здесь я согласился своим, со своими коллегами. Но, попросите молодого человека описать, что именно, что именно, значит, им нравится, интересно, что именно им будет интересно, что именно их увлекает, что именно их привлекает. И если представить, понять, что для каждого человека представляет интерес, исходя из того, что молодой человек вам о них рассказывает. Вот уже исходя из этого, выбирайте свои сверстницы. Например, если молодой человек вам скажет, например, допустим, скажет, то вот, была, например, там, у моей семьи была собака. И, там, например, дочка или сестра очень сильно эту собаку любила. Ну, вот так вот, видно, что собака от старости умерла. Но вы собаку до сих пор не извели. Ну, видно, вы можете спросить, какая была порода собаки. И пытаться взять маленькую фигурку этой собачки и подарить ее вот именно человеку, который больше всего эту собаку любил. То есть, который был ее хозяин. Вот. Если, например, девочка, допустим, увлекается рисованием, то, соответственно, ей можно подарить набор художника, девочки, так далее. Если, там, ваша сверстница, например, увлекается, там, наникюром, то, соответственно, нужно, можно подарить ей что-то для... Если бабочка, там, например, любит высевать, или она совершенно высевает, то, соответственно, набор для высевания ей будет самым лучшим подарком. Ну и так далее. Понимаете? То есть, если, например, нет никакого вообще уличения у людей, то, соответственно, думал, что, например, большая коробка конфет для всех, в принципе, прошла. Вот. Но исходить нужно именно из вот того, какой психологический портрет обрисует вам молодой человек своих родных. Это будет самым правильным решением. Любой, чтобы подарок был именно подарком, а не простой формальности, которая, безусловно, чувствуется. Вот. Ну и чтобы вам это, естественно, тоже было по карману, чтобы вы не разорились от всех этих подарков. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Понятно, что, скорее всего, я задал немного другого ответа, но другие ответы вам мои коллеги уже дали. Вот. А смысла повторять одно и то же я не вижу. Кроме того, я считаю, что в данном случае мы психологи, и мы не можем давать конкретных советов, что подарить. Мы можем давать рекомендации, как вам лучше понять, что подарить. Айферк нужно решать вам. Потому что одно дело, когда вы выбираете то, что вам подсказали подарить, и дарите это. И совсем другое дело, когда вы дарите то, что вы сами выбрали. Это совсем-совсем-совсем другое. Опять же, это впечатляет от того, чего вы сами хотите. Планируете ли вы подъехать на него с ями, с родными, планируете ли вы общаться с ними, и так далее. Если нет, то когда вам просто большой-большой здоровый торт, например, подойдет для всех. Если да, то постарайтесь каждого человека выделить. То есть исходите здесь вот из этих основных моментов, из того, что для вас представляют его родные, и исходя из того, что ваш молодой человек о них рассказывает. И вот где-то на пересечении этих двух направлений вам придет правильное решение относительно того, что подарить. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...